итак друзья всем привет сегодня будет такой эксперимент будем изучать казахский язык эксперимент в чем заключается в том что я сам не полностью знаю казахского языка не носитель языка но знаю до элементарные слова элементарные там выражения которые для начинающего очень важно и вот такой бытовой можно сказать на уровень у меня начинающий на такое даже не продвинутый но такой начинающий да хочется сказать чтобы и другие да как бы последовали мою моему примеру и как бы обучали до других кто уже у кого побогаче уже словарный запас да и они как бы уже уровнем до повыше чем я что если какие-то будут непонятки так у меня тут есть словарь конечно я один косяк уже нашел но в целом неплохой словарь вроде но мы еще посмотрим да если какие-то непонятные слова будет непонятные слова будут мы сюда будем заглядывать окей так но основные разумеется фразы и выражения то что я знаю разумеется хочу передать вам да так тут есть один сериал тар до си называется тар до си ну вот с этого на и начнем тар еще таро да таро да то есть вот это да таро это одно слово да это второе слово уже таро еще таро да вот это да она особо тут роль не играет просто в выражениях бывает на используется также наверно как и в английском да там взять глагол to be да он особо ну как бы не переводится особо видите такое тогда да все все опять же это уже будем разбираться это слово так другое взял словарь может здесь любить влюбиться целовать мин сены съем я тебя люблю си сию любить влюбиться целовать в общем мы разобрались да будем поглядывать и на этот словарик тоже все в казахском как бы у нас вообще целоваться как бы тоже не принято да это это как бы отсылает на культуру до чтобы такого не было как примеру некоторые да там у кого-то да там свадьба целуются горько там нас такого нет на свадьбе что кто-то поцеловался да ну не знаю там жесткие такие возможно для кого-то этого покажется жесткие такие эти правила законы ну скажем бытия да именно жизни после всего вот этого сказка переходим к названию значит сериала не думаю что они как бы вот именно в таком смысле вот подают да тогда все еще целую к мы опять же мы разобрали это слово она многозначная имеется про теплоту да любовь там поцелуи влюбиться да он влюбиться может я не встречал но любовь это точно поцелу поцеловать это точно то есть они как бы тогда все еще люби кстати насчет этого слова еще хотел бы уточнить что это вот слово си-си-ем да это как бы одно и то же слово там суффикс да меняется окончание в конце и но но много именно про теплоту до души там любите как говорил что там поцеловать там теплота вот души и она как бы ну многозначная такая любить целовать но еще вряд да возможно есть переводов опять же теплоты до души а в английском kiss это поцеловать это отдельное слово love любовь это тоже отдельное слово и никак нельзя love перевести как поцеловать в английском есть отдельные слова и они отдельно приводят ну и так я понимаю да может смотрят там уже люди более опытные чем я пожалуйста а давайте учить язык вместе до развивать так да си можно сказать того си то есть от этого ничего не поменяется никакой смысл можно и без него вопрос нет можно и без него сказать да вас поймут разумеется и это не будет ошибка но тогда как бы знаете такой да это как бы вот такое как ласковое что ли такое ласковое скажем почерк да вот этого предложение вот этой фразы как и сказал я все слова не знаю будем буду говорить то что знаю минкан мэн будет правильнее минкан мэн тоже имеет место быть но она так именно так и говорит но минкан мэн это более понятливо более правильно но опять же да заморачиваться об этом нет то есть не знаю даже и так и так можно сказать ничего тут главное суффиксы запомнить да и все на столкай да хай да это где здесь пока ничего не буду расскажу точно кайда это где переводится кальдо кайда сын где ты как типа кайда сын в одно слово где ты кайда сын это не кайда если можно кайда это спросить вообще я по предмете я в любом до кайда где просто это слово где также русском где до можно это пусс не только человек уже ко всему там а А хайдасан тут уже такой не прокатит, тут чисто о человеке идет речь, в основном, да, вы, наверное, можете встретить, кто-то говорит хайдасан сен там, где ты, хайдасан это вот именно человеку обращение, хайдасан, так что хайдасан это вот непосредственно человеку. Where are you, типа, как в английском, где ты, там видите, where are you, where, где, are, глагол to be и you это ты, да, то есть глагол to be почти не переводится, да, то есть то же самое, что я говорил, как мы разбирали, тарда сю, да, вот это. Сон, Кашан. Кашан это когда, тоже, хайда, где, то есть без никаких там двойных смыслов нету у них там, где там, что, где там, когда там, такого нету, да, то есть Кашан, когда, хайда, где, то есть одна смысленная слова все, больше нету у них смыслов. Так, ну давайте разбираться. Уэзэмдэ, 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 как бы, себя, то есть переводится. Ну, опять же, нету рода, да, мужского, женского в казахском языке, так что себя, здесь тоже как-то нету рода, да, то есть не говорится. Он, она, то есть себя просто. Уэзэмдэ, себя. Мнау, этот, алем, мир, щек, безграничный, сортэнда, снаружи, да, снаружи, сортэнда это снаружи. То есть тоже хочу сказать, что эти слова, то есть одно смысленно, да, имеется в виду это, да, про все, что угодно, там, в казахском нету, там, такого, он, она, оно, тоже все может быть, это все три рода, может быть, под это слово идти, мнау. То есть этот, да, щек, сэс, безграничный, да, безграничный, безграничный, то есть безграничность, алем, ну, алем это мир, планета, вселенная, алем нэн, сортэнда, то есть алем нэн, алем, как мы сказали, мир, нэн, вот это окончание, как и в английском языке будет апостроф, апостроф, да, то есть кого, чего, алем нэн, сортэнда, снаружи чего, мира, то есть вот так будет, вот это нэн, окончание, будет как апостроф в английском языке, то есть принадлежность кого, чего, вот к примеру, ну, вот это давайте пример, алем нэн, сортэнда, то есть сортэнда, снаружи, а вот это нэн, первое слово, алем, как мир переводится вообще, если драть вселенную, это там планета, и нэн, дальше окончание идет, это как апостроф, кого, чего, снаружи чего, мира. Ну, уж три, раз, два, три, то есть несложно как бы цифры, да, может быть и есть, там считалочка такая, да, таблица цифр в интернете, я не знаю, ну, это как бы один, два, три, четыре, пять, бэр, е, кэш, тверд, пес, ну, и так далее, да, то есть это как бы такие устойчивые, да, как бы устойчивые для понимания, да, вещи, то же самое, что и цифры в русском языке, там, или one, two, three, four, five, да, там, цифры в английском, да, и так далее, то есть это устойчивые, то, что как бы, понятно, что она нам нужна, да, и мы выучим их по-любому, то есть, так, что здесь, ұшкненсон, 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 ұлетнұлеттүр, а ну, здесь немного уже страшное слово, которое вы должны узнать, как переводится, ұшкненсон, 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 ұшкн То есть кун мы перевели как солнце, как переводится солнце-день. Кун. Не кун, я не у говорю, а кун. Видите, это семейство уда, но уже, видите, по-другому звучит оно. То есть на слух надо запоминать. Ушкнинсон. Уэлетн. Уэлетн. Смерть, да, погибнет, то есть умрет. Ну, умрет точнее. Уэлем. Смерть. Ну, и так далее, да. Начинает там с суффиксы, окончания там меняются уже. Ушкнин. Опять же, да, кун. День, ну, солнце переводится. И нен, видите, окончание, она меняет уже как... Ушкнинсон. После трех дней. Дней. Не день, просто кун. Ушкнин, да, три дня, как бы переводится. Ну, так же и окончание меняется, то есть дней, да, видите, три дня. Ты, может, не можешь сказать три день. Здесь так же, как в русском, меняется окончание. Ушкнинсон. Уэлетн. Блэтура. Блэ. Знать. Блэ. Знать. Мин бльдым. Я узнал. Да. Блэм. Знание. Да. Понимаете, да, уже? Ушкнинсон. Уэлетн. Блэтура. Блэтура переводится, как зная об этом. Кубелекте бұл дүниенің лазардын сезініп қалуға талпынбай ма? Итак, начали разбирать кубелекте, кубелек, бабочка. Ну, и окончание, да, бабочке. Тоже, как и в русском, да, кубелекте, то есть бабочке. А, кубелек, бабочка, видите, окончание меняется, и бұл дүниенің лязардын сезініп қалуға талпынбай ма? Кубелекте бұл дүниенің лязардын, бұл этат. Минау, это, да. Бұл дүниенің. Дүние. Мир. Опять же, нын, это как апостров, да. Кого, чего? Ну да, как апостров, нон тут будет, дүниенің лязардын, лязардын, удовольствием чего? Мира, к примеру. Сезініп, ну чу, почувствовать. Сезініп, почувствовать. Сезу, чувствовать. Сезу, это чувствовать. Кубелекте бұл дүниенің лязардын алуға талпынбайма? То есть алуға, взять. Ал, возьми. Разумеется, окончание опять меняется, и меняется и слово, но смысл остается, да, имеется. Ну, я имею в виду право писание, да, но смысл остается, да, взять. Талпынбайма, это талпыну, это добиваться цели, да, стремиться к цели. Меніңде бақытты болғым келеді. Меніңде. Мне тоже. Меніңде. Мне тоже. Здесь переведено как я тоже хочу быть счастливой. То есть в принципе. Меніңде. Мне тоже хочется быть счастливой. Я бы так перевел. Или можно сказать меніңде. Я тоже тоже самое. Меніңде бақты болғым келеді. Болғым. Быть болғым. Бақты. Или бақтым. То есть одно и то же. Бақты. Счастье. Бақты. Счастье. Бақты. Счастливый, да. Или счастливый. То есть в казахском языке нету вот этого. Женский мужской род. То есть он легче, чем русский. В этом. Так же, как и в английском. Да, ну там ши-хи хоть есть, да. Даже ид есть, да. Вот оно, да. Но здесь вот насчет оно. Еще доберемся до этого. Но точно нету тут. Оно, он. Видите, какое легко. Конечно, может, со стороны тяжело, да. Вот как-то просто разгар по-казахски. Думаю, ну, конечно, вам, как бы вы слышите, возможно, непонятные слова. Но видите, одно правило, как вообще просто создает, да. Это показывает, насколько язык легкий. Итак, менемде или менде. Бақта или бақтам. То есть одно и то же счастливый. Сейчас, ну, в данном случае счастливый. Как я говорю, счастливый. Как я говорю, же у нас нету ни она, ни он. То есть для всех любое слово это как бы один род. И все. Нету мужского, женского. Менемде бақта болгым келеды. То есть келеды это вообще... Менемде бақта болгым келеды. Келеды это переводится вообще, если, опять же, келеды... Ну, здесь уже, смотрите, как... Келеды, да? Келеды. Келеды вообще, если в прямом смысле переводить, это вот она, как бы, келеды придет, да? Придет. Келеды. Кель, иди. Ну, приди, типа. Подходи, кель. Келеды. Это уже, если переводить прям напрямую это слово, да, именно его раскрывать, то это, как бы, келеды придет. Что здесь получается? Менемде бақта болгым келеды. Менемде бақта болгым келеды. То есть тут келеды, как хочу, переводится келеды. Хочу. Не придет, а хочу. Менемде бақта болгым келеды. Келеды, как хочу. Вы, наверное, и кто из вас изучает английский, да, наверняка тоже, да, встречается с такими вот, как бы, словами, да, или выражениями, фразами, да, когда какое-то слово вот тоже, да, имеет два смысла, то и более. там, не знаю, воч, да, там часы, вочин, это смотреть, да, то есть ту воч, смотреть, воч, это часы, то есть, как бы, одно слово вроде, но она имеет два смысла. И здесь то же самое келеды, как бы, придет, и келеды хочу. Менемде бақты болгым, а нет, болгым быть келеды, да, хочу. Я тоже хочу быть счастливый данный случай, она говорит. Менемде бақты болгым келеды. Келеды хочу. То есть нужно запомнить. Менемде бақты болгым келеды, вот она написала. Бақты болгым келеды. Келеды хочу, да, как мы с вами поняли уже. Это не у, вот это, да, но она не с черточкой, да, у. Та вообще, да, та у, вообще как-то, ну, по-другому уже будет звучать здесь. Она такая более мягкая, сыр, сыр. Та вообще сур, как-то вот так, да, а здесь сыр, более мягко, вот это у. Ну, это не у, да, вот обычная, как наша. Она, как бы, относится к семействам, скажем так, у, но здесь уже сыр. Вот такое, как-то с таким, знаете, вот, с другой интонацией. Это точно, вы, наверное, сами слышите. Уэмэр, уэ, это вот, как бы, о, но посередине у нее черточка. Это уэ. В английском языке тоже такой есть звук. То есть, и когда, и когда, да, вот, вы, может, кто-то не знает английский, может, кто-то не изучает, может, кто-то будет изучать. То есть, это вообще казахский, английский, они похожи по звучанию. И когда-то в детстве думал, что, ну, что за какие-то звуки непонятные. А когда начал изучать английский, то понял, что это один из красивых языков. Это как И, но не И, вот эта черточка и сверху точка, не И, а более мягче. Более мягче. Уэмэр. Ну, я надеюсь, вы будете, если я даже как-то подробно не разбираю эту букву, да, вы уже, ну, по слуху должны уже запоминать, как бы, ну, или в будущем запомните такие вот, не слова, а вот именно буквы. Уэмэр. Сыргым. Келеда. Уэмэр. Жизнь. Сыргым. Сыргым. Проживать, да, ну, жить. Келеда. Почему здесь два раза, вы спросите, почему два раза жить или жизнь, да? Ну, здесь смотрите, как. Мэнэнде. Уэмэр. Жизнь. Сыргым. Вот это уэмэр. Жить. И сыргым. Прожить жизнь. Вот так она будет. Хочу прожить жизнь. Вот так она будет переводиться. Уэмэр. Сыргым. Келеда. Вот это уэмэр практически в основном, она и употребляется с уэмэр, сыргым. Вот эти два слова, они практически неразделимы. Ну, насколько я слышал, всегда уэмэр и за ней идет сыргым. То есть, потому что жизнь, вот уэмэр жизнь, а сыргым это как проживать жизнь. Ну, ладно. На сегодня хватит. Вторую серию будем переводить. Вторую серию, потому что я первую серию посмотрел. Вроде не такой неплохой сериал. Вообще у нас как бы стараются в пределах, да, культуры что ли снимать. Конечно, есть там дебилоиды, которые мат, разрад там, даже если не мат, а разрад там делают, да, фирмы как-то. Ну, я думаю, это уже крыша у них поехала. Здесь же в рамках, ну, приличия, да. Потому что, опять же, да, вы скажете, а что так мало, ну, уже полчаса, как я все записываю. И, разумеется, это нужно потом монтировать все полчаса. Конечно, где-то там выйдет, я не знаю сколько, но получается, сам процесс очень долгий. Мне полчаса нужно отсмотреть это все, опять заново. И, разумеется, уже что-то оставить, что-то, может быть, даже прибавить, что-то вырезать. Вот так, ребята. Все, в принципе, в этом ролике все сказал, что хотел, пожелания там, как вначале говорил, может, что-то опытное есть там, что-то там где-то. Или сами, да, снимайте тоже, давайте учить, развивать язык, учить вместе. Любой язык, это неважно, какой вы выучите там, неважно. Это, в первую очередь, язык общения, да, инструмент, скажем, общения, понимания друг друга. А какая нация, про нацию вообще, как бы, вот, к примеру, нация там какая-то, ну, имеется в виду, нация, да, и язык, это как бы отдельные вещи. То есть, язык, это вот инструмент общения, да, а нация, это как уже люди. И, понимаете, да, бывают разные люди, то есть, в нации бывают разные, плохие, хорошие. Я к чему это? Ну, вообще, просто, чтобы человек должен понимать, что надо отличать такие вещи. Что касается вот, ну, от казахского языка, да, или там, неважно какого, это просто инструмент общения. Это знания, то есть, и это неодушевленный, неодушевленный предмет. Если кто-то вас обидел, язык не может обидеть, правильно? Инструмент общения не может обидеть. Обидеть может только человек, да, если кто-то вам что-то сказал. И любой язык, это инструмент общения. И, конечно, нация бывает, в нации бывает, ну, прям полностью нация не может быть плохой, да. Бывают люди плохие в этой нации. Так что нужно отличать такие вещи, как инструмент общения язык от нации, да. Что это, они по отдельности. Продолжение следует...